Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 12.06 на часах, 101.0 FM, Александр Асохин, Юлия Афанасьева, и это Дневной разворот. Добрый день. Ну что, у нас сегодня культурная повестка, будем говорить о мероприятиях, которые связаны непосредственно с культурной жизнью Кирова. В 12.30 к нам придет Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства «Галерея прогресса». Интересный фильм покажут в четверг о 80-х, о временах перестройки и о Нью-Вейве в Советском Союзе. Об этом, обо всем будем говорить в 12.30. Ну а сейчас представляем нашего первого спикера. Татьяна Мазур, директор Вятского художественного музея имени братьев Воснецовых. Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. И очень приятно быть в такой замечательной компании. Причем в такой компании я впервые. Поэтому немножко жду подвохов и интересных вопросов. Ну, вопросы интересные, обещаем. Подвохов, наверное, сегодня не будет. Татьяна Сергеевна, 12 марта ровно год исполняется с тех пор, как вы возглавили художественный музей имени братьев Воснецовых. Да, быстро бежит время. Вас с этим поздравлять? Ну, я думаю, да. Это радостное событие. Это радостное событие, что год напряженный. Год очень интересный. Очень интересный. Это реальная такая смена была деятельности во многом. Хотя понятно, что какие-то вещи на протяжении 8 лет в культуре ты делал. Но музей — это совершенно другой организм. Это чудо творчества. Это красота. Ну, я не знаю. По крайней мере, для меня это такое приятное событие. То есть я не хочу говорить о том, что да, год сложный, тяжелый. Нет. Он был непростой, но он был замечательный. Но, судя по вашему счастливому лицу, видимо, вы рады, что поменяли стены серого здания на стены музея. Ну, можно и так говорить. Ну что, по поводу этого года непосредственно поздравляем вас, конечно. Но что удалось сделать за этот год? Как он вам дался? Ну, будем так говорить, что я шла, понимая ряд очень серьезных задач, которые передо мной стояли. И прежде всего, безусловно, это первый серьезный вопрос — это реставрация Репинского особняка. Кроме всего прочего, я понимала, что три года мы пытались сделать заявку в президентский фонд резервный на реконструкцию и ремонт основного мраморного здания. И когда я уходила, я уже понимала, что заявка находится на рассмотрении. То есть это не просто уже там отказывали, а то, что ее начали рассматривать. Для понимания, это очень серьезное прохождение проверки документов. Они проверяются на разных уровнях. И мы понимали, что уже округ принял, привозки округ принял и отсмотрел на уровне полномочного представителя. И что заявка уходит уже в администрацию, что там тоже очень серьезно ее будут смотреть. Возможно, надо будет оперативно вносить изменения. То есть я, наверное, уходила прежде всего с этим, понимая, что коллектив профессиональный, свою работу музейную он будет делать для меня. Наверное, вот этот шаг был очень важный. Ну, это был такой у меня взгляд со стороны на учреждение. Мне все время казалось, учитывая, что я так, я не могу сказать, что активный пользователь в соцсети, но, тем не менее, присутствую, мне все время казалось, что музей как-то отсутствует в этом информационном поле и находится очень мало. И это, опять же, я шла с этим ощущением, что о музее надо больше говорить. Поскольку я знала, работая в министерстве, его потенциал, поскольку мне очень всегда нравилась, как бы, вот именно деятельность художественных музеев, я, где бы ни бывало для меня первое обязательное посещение именно художественных галерей, музеев. То есть мне эта тема была всегда интересна, но мне всегда казалось, нас очень мало о нашем музее, о его возможностях, о его коллекциях слишком мало звучит. И, опять же, тоже был мой такой взгляд со стороны, что мало молодежи. Вот как бы музей как бы мало интересен, как мне казалось, потому что, ну, по крайней мере, на слуху проектов, а я все время связывала это взаимодействие с Вятским государственным университетом, ну, или Вятским государственным гуманитарным университетом, вот что, вот этот потенциал тоже не использован. Вот это с чем я шла туда. А что оказалось на деле? А, ну, на деле, наверное, это и оказалось. Поэтому первое, на чем, наверное, в плане организационном, управленческом, было принято решение, что мы создадим проектно-коммуникативный отдел. Я очень рада, что туда пришел профессиональный журналист, работатель Алексей Ульянов. Мне очень нравится, что возглавила его, казалось бы, не музейный человек Кулешова, Софья, которая пришла к нам из Сбербанка работать, казалось бы, да, но, тем не менее, очень интересно работает очень много идей, и идей, которые и в продвижении, да, но человек настолько быстро с любовью погрузился, что уже есть и выставочные какие-то идеи. То есть эти двое сегодня, условно говоря, такие маленькие моторчики, вот в работе информационной, такое вот продвижение музея работает очень хорошо. Это было как бы новшество, которое привнесли в музей. Еще, что для меня оказалось очень важным, о чем я, может быть, не знала, когда шла, что у Радского регионального отделения Союза художников Российской Федерации, в общем-то, скажу аккуратненько, непростые были отношения с музеем, хотя я, как человек такой, знаете, общественно толерантный, я не понимала, в общем-то, на чем эта непростота строится. Поэтому одна из первых встреч была со Сметанином Игорем Анатольевичем, который тоже только что был избран председателем после Горбачева Сергея Юрьевича. И, вы знаете, мы, в общем-то, поговорили, наверное, сразу начали с проекта. И этот проект, мне очень рада, что он состоялся. И самое главное для меня, что дорого, что в течение года он имел продолжение, это арт-вол, это вынести музей за стены музея. За пределы музея. Да, вынести музей, так называемый, под открытое небо. Первый проект был Максима, хотя можно смело говорить, что его «Салтыкиада» — это тоже целый год интереснейших проектов. То есть сам проект разросся до таких масштабов, что сейчас вот Максим увлеченный темой «Салтыкова-Щедрина». Это серьезная, я считаю, с его стороны была пропаганда известного, казалось бы, классика русской литературы, но в какой-то степени забытого, но в наше время максимально актуального. Потому что его очень много цитируют и политологи. И для нас он тоже, я считаю, что автор не последний для авиатской губернии в свое время был. И поэтому его «Салтыкиада» разрослась до того, что он написал пьесу, вот так вот он настолько творчески, сделал иллюстрации. Эта книга должна появиться в пятницу. Мы приложили удивительные, будем так, предпринимательские способности. Спасибо, что есть добрые люди. И эта книга будет издана. Мы ее в таком закрытом формате, немножко поинтригую, закрытый, правда, выбрали формат для такого узкого круга интеллигенции. Проведем ее презентацию. Состоялась она еще благодаря тому, что 220 лет вятской типографии, то есть вот они еще подключились активно. Это было личное участие Константина Игоревича Подвального, который, подарив Сбербанк, подарил неделю, как вы помните, тоже мы считаем, была очень интересная тема. Настолько увлекся темой музея, темой вот таких проектов, вот он из личных средств помог издать эту книгу. Вот мы ее 17-го числа хотим презентовать. Ну, Максим как бы так говорит, ну, там посмотрите, но все-таки скажу, что планируется, что будет сделан аудиоспектакль по этой пьесе. Там будут медийные лица приглашены. Ну вот, ладно, похвастаюсь, после вас иду записывать ролик. Татьяна Сергеевна, ну, я понимаю уже, что событий очень-очень много, судя по тому, что вы рассказываете. А давайте немножко подробнее остановимся на реставрации Репинского особняка, да, потому что наши коллеги из газеты «Бизнес-новости» писали, что еще в августе 16-го года она должна была завершиться. Смотрите, тема Репинского особняка очень сложная тема, очень. Я просто вот все-таки хочу напомнить и вам, и слушателям, что первоначальная стоимость, это был 2009 год, первоначальная стоимость реставрации особняка и оснащения его по самому современному слову музейное дело составляла больше 120 миллионов. То есть это были просчитанные, поскольку многие воспринимают особняк как выставочное пространство, забывая о том, что там, ну, почти половина, если не больше площадей, отдано под хранение. То есть там оборудовано музейное хранилище. И предполагалось, что и его хотелось бы оснастить максимально, ну, как бы современной техникой. Ну, и оснастить площадки выставочные в особняке тоже хорошим музейным оборудованием, витринами, хорошим светом, хороший продумательный дизайн, собственно говоря, выставочного пространства. Но, понимая, что у нас грянули все десятый год экономики, экономические кризисы от идеи, естественно, не отказывались, но начали смету значительно урезать. И фактически на сегодняшний день вот это все урезано до порядка 60 миллионов. То есть фактически в два раза расходы сокращены. Вот нам необходимо сейчас прерваться на небольшой перерыв, и буквально через 30 секунд мы продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается дневной разворот. И он продолжался в перерыве. Говорим мы про музей, музей братьев Вознецовых, и именно про ремонт репинского особняка, который с 2008, с 2009 года уже вся эта история длится. И мы, собственно говоря, в перерыве как раз обсуждали цифры. Вот у многих цифры действительно путаются. Почему я все время и пытаюсь каждый раз их произносить. Еще раз вернусь, что 60 миллионов – это общая смета всех реставрационных работ и оснащения музея. Учитывая, что такое средство из областного бюджета, поскольку это собственность областная, репинский особняк, но при этом это памятник федерального значения, в общем-то получить, конечно, в сложные времена финансовые нереально. И было принято решение, что будут выделяться средства, первое – это на проектно-смертную документацию, на то уже проходит длительное согласование, очень серьезно, только можно в лицензионной проектной организации, и на так называемый первый этап, когда будут сделаны крыши, отреставрированы и укреплены фасады, установлены новые окна, и частично внутри сделаны работы, связанные с установкой межэтажных перекрытий. И поскольку впервые в особняке запланирована установка лифта для маломобильных групп населения, то там изменены конструкции лет с ней. Это все. То есть если сейчас зайти вовнутрь, ну это по-прежнему та же разруха, и там, собственно говоря, понимаешь, что до открытия, как многие говорят, ну что, все, уже можно ленточку перерезать, очень далеко. На сегодняшний день я хочу тоже предупредить сразу уже те вопросы, которые мне начали задавать, увидели на фасадах промокание. Я сразу хочу сказать, что, во-первых, объект приемку Министерством культуры как надзорного органа в сфере охраны культурного наследия не прошел. Окончательные работы по расчетам не произведены. Во-вторых, будем так говорить, специалистов не удивляет наличие вот этих промоканий, потому что это как раз та возможность посмотреть здание, считайте, не эксплуатировалось с 2007 года. Вполне возможно, что там даже не протекание крыши, как некоторые говорят, что крыша нет. Там внутреннее промокание. То есть, фактически сейчас специалисты и технического надзора, и у нас очень славный специалист, вообще мы ему очень благодарны, он очень качественно вел и очень строго вел надзорные работы. То есть сейчас как бы ищут эти слабые места и смотрят, в чем причина. Либо там надо будет действительно при проведении работ вполне возможно еще внутреннюю укладку как бы проверить, либо, может быть, действительно, поскольку все в качестве экономии были даже предусмотрены использования частично материалов, которые были ранее, например, на крыше утеплитель использовали частично старый. То есть будут искать как бы эти варианты. Может быть, это и к лучшему, что это вот в таком этапном работе, в этапах таких работ проводится. Поэтому мы надеемся, что сейчас вот эти все недоделки до приемки еще, еще раз говорю, до приемки Министерством культуры будут устранены. И еще хочу уверить всех, по контракту, фирма 5 лет гарантирует нам бесплатное восстановление каких-то недочетов, которые будут... Гарантийный ремонт. Гарантийный ремонт, да. Конечно, очень жалко будет, если тормознется работа в дальнейшем, так можно и гарантийные сроки все, как говорится, ремонтировать. Но очень надеемся. И вот, по крайней мере, я вижу понимание со стороны губернатора, который бывает в музее и довольно часто за это время побывал, что все понимают, что проблема как бы достройки, как бы доведения, реконструкции, реставрации до конца, она как бы имеет место. Но опять же, будучи столько лет работы и связанная с финансами, я могу сказать, что, скорее всего, эти деньги, если и будут предусмотрены, то, скорее всего, в поправке. То есть сейчас они не запланированы. Я сразу говорю, что на 2017 год в бюджете этих денег нет. А ну вот смотрите, подождите, на 2017 год на ремонт репинского особняка предусмотрено... Не предусмотрены. Не предусмотрены. Не предусмотрены никакие деньги. Мы можем единственное, на что рассчитывать, и, в принципе, мы для себя вот это сделали тоже этапность. Мы сейчас вычленяем минимальное количество средств, чтобы это было, ну, как сказать, съедаемо за полугодие, потому что, я думаю, многие сегодня уже знают, и расходование средств предусматривает конкурсные процедуры. Это все оттягивает. То есть это нельзя там сразу же приступить к работам. То есть мы ищем варианты, что если какие-то средства будут выделены, чтобы они были качественно освоены, а не в авральном режиме, на внутренние работы. То есть там будут сейчас выбраны работы, связанные... Конечно, хотелось бы там часть работ, связанных с мансардой, хотелось бы доделать. И, конечно, хотелось бы доделать часть... Вот именно проницаемость стен, чтобы внутри вот эти работы были выполнены. То есть будем искать минимальный разумный объем. Но я правильно понимаю, что сейчас идет только один из этапов общей реконструкции. Когда его планируют завершить, и по итогу что там будет? Ну, фактически, фактически работы выполнены. Сейчас идет так называемая приемка. Приемка — это тоже не просто так, пришла комиссия. То есть там существует многоэтапная приемка. Значит, сначала сейчас готовится так называемый авторский надзор. Осуществлялся проектная организация, которая делала проект. И она принимает эти работы, делает такой специальный научный отчет по реставрации, по этому этапу. На это ей практически 90 дней дается. То есть это такая серьезная научная работа. После этого работы будет принимать уже местное министерство культуры. И только после этого работы будут приняты, и контракт будет подписан как выполненный. То есть пока эта приемка не осуществлена до конца, мы осуществляем процесс приемки работы. Сами работы в тех объемах средств, которые были выделены, а я напомню, они были выделены в размере 20 миллионов. Стоимость контракта была 17. Плюсом нам еще давали на работы, там еще денег нам давали, там еще было 5 миллионов использовано на оборудование теплоснабжения. То есть он отапливается. Может быть, почему еще вот эти стали выявляться проблемы? Потому что мы сейчас греем особняк. Мы реально держим такую хорошую температуру, чтобы мы прогреваем здание, чтобы выявить какие-то еще проблемы. Вот у нас остается 5 минут, вопросов много. Да, про авангардистов. Про авангардистов, но вот я хочу все-таки закончить с Репинским особняком. Все-таки вот это один из этапов. А когда планируется все остальные завершить? Все-таки есть какой-то план или нет? Срок, да, какой-то. Это все зависит от возможности бюджета. То есть если мы с вами даже просто сминусуем, то у меня сегодня потребность завершения работы оценивается порядка в 29 миллионах. 29 миллионов. Тогда перейдем уже к авангардистам. Хорошо, перейдем к авангардистам. Татьяна Сергеевна, вот буквально накануне появилось много статей в кировских СМИ, даже в федеральных СМИ в том, что региональных авангардистов покажут в Москве. Точнее, не региональных авангардистов, а авангардистов региональных музеев. Вот в Москве планируется открытие выставки до востребования коллекции русского авангарда из региональных музеев. Откроется она 8 апреля в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Вот из Кирова туда какие картины уехали? Так, вот это вы меня как раз поймали. То, что вы уехали и подписала всякое. Киров фигурирует. Да, мало того, я хочу сказать, что мы с успехом приняли участие в первом этапе проекта. Это продолжение проекта 2016 года. Туда съездили работы, мы даже специально их потом по возвращении показали. Ну вот, виновата, да, не взяла ничего. Я думала, что у меня немножко другие будете в событиях. Но там были договоренности и о ряде работ, которые уедут на 2017 год. Да, мы действительно отправляемся. У нас уже контракт подписан. Даже уже машина красивая все приехала, забрала. Я просто, знаете, наверное, сделаю почему. Почему именно Киров попадает в эту уставку? Вы знаете, что самое удивительное, когда мы начали, да и я для себя тоже это открытие делала. Дело все в том, что мы действительно своего рода художественная такая, знаете, серьезная, ну, я как и не назову, но все равно, тем не менее. У нас даже в дореволюционное время и вот в этой сложной революционной время был и музей, и училище. Авангардисты, они, кстати, действительно хорошие, прежде всего, пропагандисты и просветители. Они старались свои работы направить именно туда, где именно вот такая связка. Училище, музей. И поэтому мы для них были такой очень серьезной точкой и попали к нам работы очень многих. И Кандинска вот так вот, собственно говоря, в Яранске нашли, да, между делом спрятанного. Вот Родченко замечательные работы. То есть, да, действительно, для авангардистов Вятка представляла серьезный интерес в плане того, что здесь были молодые, продвинутые художники, и можно было это искусство нести сюда. Но вот все это совпало с тем, что они как раз сюда привезли свои выставки, и деятельность их в какой-то степени наверху в Москве была прикрыта. И вот они остались в регионах. Вот действительно были уникальны вот эти вещи открыты, когда их прятали. Было же специально постановление уничтожить весь авангард. Вот хранящиеся патриоты наших музейщики прятали, то есть накрывали, прятали между... И вот так же вот из... Одно полотно накрывали другим, да? Да, накрывали, да. Причем прятано было с обратной стороны, прикрыто еще раз. Вот так вот Кандинского обнаружили из того, что приехал из Яранска. То есть они ехали. То есть не просто в Кирове побывали, ехали дальше. Ну, я считаю, что в свое время это такой серьезный, считаю, просветительский был проект. Так что тогда я, значит, напрошусь в гости еще раз, чтобы более подробно рассказать, кто... У нас ведь, знаете, можно я буквально секундочку похвастаюсь. У нас авангард съездил в Пушкинский музей. Он был представлен в Пушкинском музее. Тоже замечательная была Богадели Василия Кандинского. Мы там были представлены. Лошак прислал нам благодарность. Родченко съездил к Свибловой. Потрясающе. Там уже я сама постояла. То есть выставка была просто сносила голову. Они нам тоже прислали фотоматериалы. Мы сегодня, наверное, разместимся на сайте. Мы просто шикарно показали себя в Белгороде. Это был совершенный восторг. Молодой музей художественный шикарно оборудованный. Но ничего нет, кроме работ, которые начинаются с 50-х годов. Война прошла, начали коллекцию собирать. И когда мы привезли им наших «Серебряный век», там вообще был писк просто. Сама была тоже такие восторженные отзывы. То есть мы очень серьезный музей. Мы очень серьезно востребованы. Вот сейчас все равно к октябрьским событиям готовятся и крупные музеи художественные. Вот Пушкинский музей готовится отметить это большой, серьезной выставкой кустодии. В основном работа вот этого периода. И наша свадьба купеческая едет туда, поскольку там дата 17-й год. То есть мы вот передаем ее туда. То есть нас очень активно требуют для своих выставок ведущие музеи. И эти проекты очень интересные, замечательные. Мы городимся им. У нас остается буквально пара минут. Не могу не спросить о «Ночи музеев», которая, как я понимаю, в мае грядет. Как музей готовится? Я сейчас скажу немножко провокационную вещь. Дело все в том, что я много говорила о том, что я не видела ночей музеев, пока не пришла в музей. Гришна. Видела их в Питере, но не видела в Кирове. И я была очень обижена на посетителей. И поняла одно, что, наверное, мы делаем неправильно. В «Ночь музеев» мы должны открыть двери музеев, но не превращать площадку в так называемый клуб по интересам. Вот непонятные в какой-то степени и мастер-классы были как бы спорные, и некоторые вещи. То есть, понимаете, набирался вот нахватать каких-то номеров, попытаться развлечь. В прошлом году была очень насыщенная программа, мы же были на «Ночи музеев», были танцы, чего только не было. Мы хотим, мы хотим сегодня, во-первых, мы не знаем, будем ли мы открыты. Поэтому торопитесь в музей, мы же закроемся, все-таки деньги-то из резервного фонда президента придут. На ремонт. Там, скорее всего, у нас есть сюрприз, я не буду пока открывать его, но вот такого разнообразия именно внутри музея не будет. Будет все вынесено. То есть, мы такой девиз для себя взяли, музейное пространство вне самого музея открыть. У нас есть очень интересные идеи, поэтому те, кто придут в постоянные экспозиции, попадут. В выставок будет много интересных, но основные такие мероприятия, они будут проходить на площадках открытых. Известна дата? Пока нет, к сожалению. Ну что, на этой ноте завершаем первую тему. У нас в гостях была директор Ветского художественного музея имени Братьев Воснецовых Татьяна Мазов. Татьяна Сергеевна, спасибо большое. Спасибо вам за приглашение. Ну и через пару минут мы поговорим с Дмитрием Шиляевым, директором Центра современного искусства «Галерея прогресса». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Дневной разворот возвращается в эту студию. Александр Асохин, Юлия Афанасьева. И у нас второй гость. Это Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства «Галерея прогресса». А говорить мы будем про красную помаду? Ну, можно закончить ей. Это мы за эфиром начали обсуждение. Говорить мы действительно будем на самом деле о фильме, который посвящен перестройке и называется «Нью Вейв». Правильно? Ну да. Просто эта эстетика музыкальная, она как раз родилась на стыке двух эпох. Советской и постсоветской эпохи. Потому что художники, музыканты, любые творческие люди, они всегда отображают внутреннюю суть перемен. Художники на холстах, музыканты в музыке. Фильм «Герой советского Нью Вейва» в конце прошлого года презентовали. Часть, как я понимаю, фильма. И 17 февраля впервые полную картину увидели в Санкт-Петербурге. В Москве 4 марта. И 16 марта в Кирове. И 16 марта в Кирове. О чем этот фильм? Ну, это о переменах, которые происходили в нашей стране. О преемственности общения с мировой культурой. Ну, это была начальная стадия. То есть, ну, наша страна же была закрыта абсолютно. То есть, не было... Это был некий вакуум. Все новаторские явления в музыке, они всячески не то, что не приветствовались, они были под знаком запрета. То есть, люди, которые исполняли эту музыку, они находились в черных списках. Их могли... И это практиковалось постоянно забрать органы милиции и ввести в отделение, где они... Прямо с концерта? Ну, прямо с концерта. Это было с группой Браво. Это было с многими группами, которых на основании того, что они выходили... Несанкционированные концерты называлось. Вот. При этом многие даже не пели каких-то антисоветских песен, но... Ни в коем случае. Но сама музыка была, она вот такая западная слегка. Ну, то есть, веяние с запада шли в этой музыке. Эстетика, скорее всего. Эстетика. Ну, то есть, если мы сейчас ходим в джинсах, это ведь... Это прекрасно. То есть, мы можем обмениваться какими-то достижениями, допустим. Мы в своей культуре, там, Америка и Европа... Это еще в свое время Чайковский говорил, император, о том, что мы... Наша страна, Россия, когда он попал в некие такие словесные гаения от бояр, да, то, что вот, вы там используете новаторские какие-то эксперименты Европы. Он говорит, вы понимаете, если мы говорим о мощи нашей страны, допустим, да, силе нашей страны, мы обязательно, ну, как бы, должны изучать культуру всего мира. И мы, когда мы ее изучим, мы станем, ну, гораздо сильнее во всех направлениях и смыслах. Об этом же. Ну, вот здесь произошла перестройка, и что появилось? То есть, появилась гласность и открытость, и группы вышли из подполья? Ну, это все очень долго происходило. То есть, это не было мейнстримом. Ну, вот, мейнстрим в советский период, он продолжался очень долго. То есть, ну, и вот настолько уже всем, ну, не всем, определенной части лиц уже надоело, что, как бы, ну, требовало уже чего-то нового, новоторского. Вот это и произошло. Соответственно, как бы... Появилась новая волна. В Петербурге, в Москве проявилась новая волна. Новый музыкальный жанр, который вытер из постпанка, собственно, как бы. Все одно заменяет другое. Это нормально. Горы, собственно, тоже растут каждый день. А герои советского Нью-Вейва, кто они? Ну, это увлеченные люди. Это новые романтики. Это музыканты, это инженеры. Ну, Борис Борисович, допустим, он же математик про образование. По-моему, не закончил. Гребенщиков. Гребенщиков, да. Ну, люди разные. Он один из них, да? Ну, он один из них. Ну, был интересный момент, когда Джоанна Стенгрей... Представляете, как бы вакуум инфункционный, жесткий очень. Ну, интернета не было, да? Ну, никак не просочится информация. Джоанна Стенгрей приезжает в Россию, в СССР тогда. И просто полный шок. Она не думала, что в России есть, ну, такие гениальные коллективы, мощные по своему звучанию и по глубокой концептуальной поэзии. Ну, и выпустила пластинку в Америке. И не раз еще возвращалась в Советский Союз. Да, удивительно. Потому что, когда она выпустила виниловую пластинку, не получив разрешения, как бы, у службы СССР, там все были в шоке. Там все стали, как бы, сразу вызывать, вести допросы и говорить, каким образом эта информация оказалась за границей в Америке. Кто передавал эти музыкальные достижения русской новой волны? В данном случае в этом фильме будут присутствовать информация и герои таких групп, как «Центр», «Альянс», «Ночной проспект», «Кофе», «Биоконструктор», «Игры» и другие. В том числе и их дети даже участвуют в этом фильме. Ну, безусловно, преемственность поколений. Прекрасно, что она существует. Да, в некоторых группах это, ну, как бы, будет... Вот режиссеры еще картины, я думаю, что известны они не всем. Это Владислав Куракин и Зоя, напомните, Дмитрия. Петрова. Петрова, да. Они, ну, в смысле, близкие люди. Они, я не знаю, влюблены, по крайней мере, друг к другу. А что это за режиссеры известны вам? До этого слышали о них? Сейчас много талантливых режиссеров, молодых. Один за вами находится, далеко ходить не надо. Наш звукорежиссер. Наш звукорежиссер Денис, да. Это высокий уровень подачи материала, глубокий, с глубоким смыслом причем. И эти ребята, там, например, они смогли, как бы, вот, это же, понимаете, это исторический фильм о музыкальном жанре. И когда ты смотришь про советский период, ты окунаешься туда и понимаешь, ну, да, сердцем что-то есть там, туда ты уже не хочешь. И потом ты смотришь про современное время, про как мыслить люди здесь и сейчас, те, которые, ну, играли музыку новой волны в тот период. И ты сто процентов погружаешься туда, используя определенные спецэффекты, музыкальные какие-то шумы. Молодцы. Ну, очень важно такой материал подавать грамотно и профессионально. У них это получилось. Как я понимаю, подобных работ прежде не было? Нет. И в этот четверг, 16 марта, можно будет увидеть в галерее прогресса начало когда? 19.00. Перед этим будет диджей-сет Паши Чикамото. Мы искали группу и поняли, что в Кирове никто эту музыку не играл. И никто, я не знаю, так получилось, что никто не был преемственности. А Паша увлечен этим форматом. У него есть виниловые пластинки. Он будет исполнять диджей-сет. Причем в Одессе, в Петербурге, в Москве показы проходили несколько раз. И эти были допремьерные показы. А премьерный показ полноценного фильма был в Москве 4 марта и в Кирове 16 марта. То есть это вот-вот, прям с пыла с жару, можно сказать. Да, прекрасно, что в Кирове можно смотреть не только фильмы прошлого, величайшие фильмы прошлого, а то, что актуально в мире сейчас, здесь и сейчас. То есть жить в моменте сегодняшнего дня, сегодняшней эпохи, сегодняшнего времени. Уже в этот четверг в 19.00 в галерее «Прогресса» показ документального фильма «Герои советского Нью-Вейва». А при чем же красная помада здесь? Ну, это часть эстетики как бы. Часть эстетики оформления, в смысле… Ну, понимаете, Нью-Вейв — это же ведь не просто музыка, да? Это чувство стиля, это ощущение искусства в музыке, да? Это образ, который использовали мужчины иногда в некоторых выступлениях, нарушая некие границы. То есть творчество — это же настоящее творчество, оно же не… оно всегда максимально искренне. Оно идет как бы изнутри. Оно не может находиться в рамках. Как раз проблема Нью-Вейва в этом и была, то, что существовали некие комиссии, которые говорили, вот у вас бессмысленная как бы ту турне, поэтому мы решили вас запретить. Людям это не нужно, неинтересно. Как показала практика, что это людям интересно, откуда появился фильм. То есть появился некий сайт и паблик ВКонтакте «Хрущевка». Это прекрасно, потому что ребята, они сохраняют величайшие, ну, великие достижения в музыкальной культуре и прошлой, которые были в России, были в СССР. И, к сожалению, понимаете, не то, что я сейчас хвалю Запад и Европу безупречно, но есть у них более положительный опыт, чем у нас. У нас к музыкантам и творческим людям относятся как к людям, которые, ну, как бы занимают самые низкие должности. В мире это не так. В Европе совершенно по-другому. Они уважаемы, они, как бы, предмет, ну, в смысле, стремления к какому-то образу, да. У них, например, как бы люди вдохновения. Вот когда это поменяется, то есть, ну, мне понравилась фраза у группы центра, когда они сказали, ну, почему, как вы можете архитизовать, почему вам это было интересно заниматься вот этим творчеством. Они говорят, ну, понимаете, в Советском Союзе можно было радоваться только с лопатой на Байкало-Амурской магистрали. Но ведь можно радоваться и, ну, допустим, совершенно по-другому, да. Ну, вот как бы с 8 до 6 мы на работе, мы, да, выполняем, мы любим свою работу, мы выполняем свои, как бы, определенные важные действия. Ну, после 6-ти-то можно ведь жить той жизнью, которой нельзя жить на работе. И она также полезна и необходима для всех. Вот об этом. То есть эти люди, они вдохновляли, ну, проще говоря, вот спрашивают, зачем культура? Ну, как зачем? То есть, ну, если мы говорим, особенно сегодня для нашей страны, о креативной экономике, она невозможна без этого. Без новаторства, без творчества, без открытий новых каких-то. Невозможно. А это налоги, это, как бы, места, как бы, люди, которые получают профессию и постребованы, то есть, и так далее, и тому подобное. В этот четверг уже герой советского Нью-Вейва, совершенно новый фильм в галереи прогресса в 19 часов. А в пятницу Дмитрий Шеляев будет снова у нас в гостях в рамках программы Культ Поход. Там о выставках и о грядущем будете рассказывать. Если в двух словах, что ожидается в галереи прогресса, у нас буквально минута. Ну, я раскрывать тайну не буду, чтобы всем было интересно, появилась некая интрига. Ну, был такой, ну, непростой зимний период, скажем, да. Сейчас, ну, быстрее бы как-то все расставило и закончилось. Ну, я думаю, что мы все соскучились по морю. По морю, да, вот и... Это намек уже какой-то небольшой. Это был намек. Намек. То есть ощущение моря. Все это в пятницу. Ну, а сегодня вторник, и дневной разворот подходит к завершению. Александр Асохин. Юлия Афанасьева. Дмитрий Шеляев наш гость. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова